Детский парк Знакомые из детства почти каждому жителю крымской столицы ворота Зооуголка сегодня крепко закрыты на замок. Однако, несмотря на табличку «Карантин», там за воротами продолжает кипеть жизнь. Анна Коврова ежедневно работает с лошадьми, объезжает животных, которые никогда раньше не возили людей. С этим конем тренируются уже больше месяца, еще одно животное учат с октября. Так здесь готовятся к созданию нового аттракциона для юных посетителей. Мы хотим открыть прокат детский, хотим катать на карете, на лошадях верхом. У нас заезжен уже ослик, у нас заезжен уже пони. Стараемся держать их в форме, чтобы к открытию, к снятию карантина у нас все было хорошо, и чтобы порадовать и деток, и население нашими красивыми лошадьми. Тут же мастерская тоже не пустует. Доски и кованые основания сотрудники превращают в новые скамейки для сквера в крымской столице. Скоро обновят 16 штук. Ремонт в разгаре и в самом зооуголке, у обезьян. Им установили новые аттракционы, а фасад клеток спасают от разрушения. Жилища других обитателей ежедневно чистят от грязи и мусора. Питание по расписанию. Мы попали на завтрак. Леопард уже получил свою порцию мяса, а вот пернатым только принесли угощение. Не завтрак целый, пир собираются всей компанией. Тут и городские голуби, которых сотрудники парка ласково зовут квартирантами. Зоопарк у нас живет своей жизнью. Они так же кормятся, так же отдыхают, так же гуляют, так же у них чистят. Рацион у них совершенно не поменялся, как кормили мы раньше при посетителях, так и сейчас. Они получают свою норму. Мясо, овощи, фруктов. Не забывают зверинец и его почитатели. Передают животным лакомства. А предприятия присылают черный хлеб. Его животные едят с удовольствием. Анастасия Бойко, Рустам Файзуллин. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова